Из дымовой шашки повалили клубы густого дыма. Сотрудники пожарно-охран и специалисты внештатных отрядов ГОИЧС заняли свои позиции и организовали штаб потушения условного огня. По вводной командно-штабных учений РФЯЦ в НЕФ лесной пожар двигается по направлению к одной из закрытых площадок города. Мы сегодня отрабатываем две вводные. Первая вводная – это пожар в лесу, а вторая вводная – авария на радиационно-ядерно-опасном объекте. Сейчас уже по первой вводной отработанных практически на 50%, собраны силы и средства, идет тушение пожара в лесу, но пожар пока еще не удается локализовать. Вспоминая о лесных пожарах 2010 года, организаторы учений приняли во внимание каждую мелочь. Основной проблемой на месте условного возгорания оказалось отсутствие необходимого количества воды в лесных водоемах. Нам весна показывает, что у нас не все нормально с водоемами в лесу. Может быть, вы уже заметили, проезжали в Орламовку, воды по прошлым годам меньше наполовину. Не можем поставить пожарно-сосные станции на водоем. Вот приходится отрабатывать все вопросы с гидрантов, в перекачку. Такие трудности есть. Конечно, все на чеку, чтобы никаких вопросов не повторилось у нас в 2010 год. По словам Игоря Мусина и главного инженера ядерного центра, данные учения максимально приближены к реальной чрезвычайной обстановке. Сделано это для того, чтобы на практике проверить, насколько готовы специальные службы в НИЭФ и города к подобным ситуациям. По его словам, то, как оперативно был развернут штаб и началась ликвидация лесного пожара, говорит о слаженной работе всех служб и специалистов. Эту деятельность уже не первый год проводим. Вы помните, были у нас достаточно такие тяжелые ситуации, связанные с пожарами 2010 года. То есть были сделаны определенные выводы. Есть у нас трехстороннее соглашение, которое позволяет нам взаимодействовать в части лесных пожаров. Это в НИЭФ, это город и это заповедник имени Смедовича. Подобные соглашения означают всестороннюю помощь и обмен оперативной информацией в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря такой работе условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки и специалисты Федерального ядерного центра приступили к отработке второй фазы учений ликвидации техногенной аварии на производстве. Кирилл Осенин, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.